С возвращением всех. Продолжим. Так, Юра, сейчас. Так, подскажите, чего... Это, наверное, пока я отвечу. Подскажите, чего можно начать тянуть при грыже L3-L4? Совершенно не беспокоит, 42 года. Друзья мои, дегенеративные изменения дисков начинаются после 20 лет. То есть иметь какие-то грыжи в 42 – это абсолютно нормально. Большинство из них, по-моему, больше 70%, протекают без каких-то болевых ощущений. Пугаться этого не нужно. Грыжа опасная, начиная от 5 мм и больше. Если это больше, то, скорее всего, будут проблемы, но, как правило, болит при этом не поясница, а болит при этом нога. Так что ищите помощи специалистов, если это проблема. Ну, обычно, в 40 лет пугаться грыж не нужно точно. Ничего страшного. Так, вот, отлично, к тебе вопрос. С ума вечная проблема, судорога или спазм, приводящий бицепса? За три года ничего не изменилось, но, видимо, вопрос, что делать. У тебя бывает спазм? Блин, нет, не бывает. У меня бывают спазмы, но это когда я после долгого перерыва просто начинаю тренироваться. Я практически моментально, я, соответственно, его ощущаю, этот спазм. Но это только вот именно в первую тренировку после длительного перерыва. То есть, а так больше никогда у меня ничего не спазмируется, никаких ни судорог нет, и ни у моих подопечных. И вообще, я впервые об этом слышу, если честно, на самом деле. Состоянный спазм, это странно. Это может быть не очень корректный контроль гормонов, если мы про альтернативу говорим. Или просто недостаточно восстановления. То есть, большинство людей только тренируется, но не делают ничего для восстановления. Может быть, простой МФР это исправит регулярно. Такое бывает. Ты хочешь, скажи, что такое МФР? Что это мифосциальный релиз, что ли? Мифосциальный релиз – это техника самомассажа, работа по триггерным точкам, которая хорошей профилактикой травм является, и подобные перенапряжения убирают обычно. То есть, своими триггерными точками еще больше людей запутал? Ладно, короче. Ничего, пусть погуглил. Ничего страшного. А как подводить девушек относительно цикла? Девчонок, тренируешь много? Да. Расскажи, пожалуйста. Нет, в смысле, я тренирую, но немного. Но ты учитываешь цикл подготовки? Нет, я не учитываю. Потому что… Объясню, почему. Потому что тут как бы не угадаешь, когда выпадет у тебя подцикл соревнований, например, или нет. Если ты сразу свой организм будешь готовить, что во время цикла ты должна разгружаться и тому подобное, а соревнования у тебя выпадут на момент месячных, ну, нихуя, значит, ты не поднимешь, вот и все. То есть, поэтому как бы привыкать к этому, ну, в принципе, не стоит. Вот. И какие-то вот эти вот, какие-то супер-мега какие-то опасения, что… Просто у всех по-разному все переносится. Кто-то реально как бы очень болезненно это переносит среди девчонок. Там, конечно, там некоторые даже на работу не идут, сидят дома. То есть, настолько все не очень. А некоторые, как бы, ну, просто дискомфорт, соответственно, и понятно, по каким причинам. Ну, как бы тренироваться могут. Вот. То есть, никаких проблем в этом плане нет. Поэтому-то надо смотреть по самочувствию. То есть, если, ну, получается, работоспособна, значит, иди работай. То есть, ну, соответственно, иди тренируйся. Если прям совсем все хреново, ну, конечно, надо тогда будет сидеть дома. Опять же, соответственно, какой нахрен тогда пауэрлифтинг в таком случае профессиональный. Вот, если так все прям… В спорте, в нормальном спорте, девочек с ранних лет приучают не обращать на это внимания. И с каждым разом, с каждым годом, даже если есть дискомфорты, у многих это переживается все легче и легче. Поэтому пугаться действительно не нужно. Это такой фитнес-подход, знаешь. Что, ой, там все, ничего. Бассейн нельзя делать. Ну, да. Опять же, это отдельная тема для семинаров. Ну, на чем можно с другим побосить. Вот и все. Ладно, договорились. Это же, например, фитнес для беременных. Вот все, например, идут, обучаются, платят деньги там, да. Но потом, когда дело доходит до тренировок беременных, думаю, нет, в пизду, я лучше не буду рисковать. Беременным фитнес не нужен. Беременным нужно думать о ребенке. Разведение носков на приседе и тяге надо ли и на сколько? Как определить, кстати, вот разведение? В тяге, особенно в классике, если вы говорите про присед, можешь сказать, что это интересно? Ну, в классике разведение стоп будет, в принципе, незначительным. То есть, там, как бы, небольшой акцент мы делаем на разведение. Опять же, кому-то удобно, когда параллельно. Вот. Но это прям совсем, то есть, узкая постановка. Вот. Просто, например, если прям пятки стоят прям четко по тазобедренным суставам, по тазобедренным суставам, вот. Это, опять же, не нужно путать прям вообще, то есть, с внешней частью бедра, да, например. Вот. Это еще уже получится. Вот. То тогда, в принципе, разворот, он не нужен и не обязательный. То есть, как правило, комфортнее вставать, когда вот внешние части бедер, они параллельны. Либо там вот капельку, там, шире. Вот. Тогда уже чуть-чуть разводится. Соответственно, в сумму, там, когда мы тянем, уже там идет, ну, минимум 45 градусов разведения и больше. То есть, в приседе, как это можно угадать, то есть, соответственно, это будет зависеть от ширины постановки ног. Вот. Например, сел в нижнюю точку, ну, то есть, голову вниз опустил, посмотрел, получается, угол между бедрами и четко, сонаправленно, соответственно, развел стоп. И все. То есть, только бы ничего выдумывать не надо. Потому что работа, ну, соответственно, голеностоп с коленом должен у нас работать в одной плоскости. Соответственно, разворот бедра и стоп будет у нас одинаковым. Все. Николай Максимов, у них хорошо известный, спрашивает. Приоритетное упражнение для мышц коров в паролифтинге. Пресс-то качаешь вообще? Планки боковые делаешь? Что-нибудь такое делаешь? Планки боковые не делаю, скручивания просто делаю, и все на горизонтальной скамье. Вот. Потому что, как оно оказалось, у меня тут, получается, причина моих протрузий в грудном отделе, старая у меня травма еще с 14-го года. Вот. Это как раз таки, ну, потому что я вообще абсолютно не тренировал пресс. И вообще, если смотреть по технике, то есть, приседы и тяги, то есть, у меня так же он даже в статике не был задействован. То есть, мышца абсолютно была в гипотонусе. То есть, получается, все время дикая статика и даже иногда и динамические усилия. То есть, на выпрямитель позвоночника на пресс вообще ноль. Вот. И поэтому я, ну, когда она к нам в Волково приезжала с обучением, ты ее знаешь, я думаю? Да. Вот. Остальным она мало, наверное, скорее всего, известно. Вот. И я прям к ней подошел, сказал, у меня такая-то ситуация, говорю, ну, как бы, в чем может быть причина? Потому что надо сначала причину устранять, а потом уже, знаешь, как бы, следствие. Вот. Она такая посмотрела, посмотрела, говорит, что такая-то у тебя, говорит, асанка не такая. Говорит, поработай над прессом. Говорит, попробуй поработать над прессом. Потому что, говорит, слишком какой-то пробнутый. Вот. И стал работать над прессом. То есть, прям, каждую тренировку стал долбить, долбить, долбить. Потому что, ну, как бы, на тот момент я каждую тренировку херачил. Вот. И с отягощениями делал тоже. Вот. Сейчас я, как бы, делаю только просто в день тяги. Знаешь, как это получается, раз в неделю. Вот. То есть, для плоскостного равенства и все. Вот. И, то есть, постепенно у меня, как бы, и техника поменялась. Поменялась, соответственно, на лучшую сторону. Вот. И где-то через сколько? Ну, через год уже точно полностью ушли болевые ощущения. А через полгода они стали именно на убывание идти. Вот. Такая, как бы, моя история. Такую тяжелую работу ты не делаешь? Ну, или не считаешь? А твои смарт-мены? Я считаю, что какие-то тяжелые работы, то есть, какие-то супер-мега-отягощениями делать на брюшную мышцу нецелесообразные и травматичные. Вот. Не та эта мышца, с которой надо усираться. Опять же, блин, как бы, блин, брюшную грыжу заработать вообще, блин, на раз, два, три. Вот. Поэтому хер знает. Может, ты со мной не согласишься, но это лично моя философия. Не, я близок к тебе. По мне побольше повторения, в принципе, и все. Тут некто, Карташов, пишет, Юра, у меня знакомый в железке, ходит с тобой в зал, говорит, ты машина. Правильно говорит? Правильно, да, абсолютно совершенно верно. Слушай, еще актуальный вопрос, давай разберем. Округление спины в тяге и проблемы с ее удержанием ты встречал и как решал? У учеников у тебя нет такой проблемы? Есть проблемы у некоторых. Вот. Но это у них идет округление не по причине удержания, а по причине слабого срыва. Вот и все. То есть они... А что-то интересно, по-моему, все логично. Вот. Как только ноги не тащат снизу, соответственно, ты пытаешь... То есть ты снимаешь натяжку задней поверхности бедра, полностью округляя спину. И как бы ничего удивительного. Мало того, что у тебя углы, соответственно, становятся более выгодны в коленном, в тазобедром, в суставе. Вот. И плюс еще как бы степень перерастяжения становится ниже. И, соответственно, срывать тебе легче. Но ты жертвуешь, соответственно, спиной. Вот. И своим дотягом, как правило. В зависимости от того, насколько ты там загнулся. Вот. А так именно, чтобы просто как бы им тяжело было держать спину, в принципе, такого нет. То есть как бы навык уже наработан, и все. То есть только когда уже реально вот как бы лишь бы потянуть, вот тогда да, спина уходит. Бывает, я просто говорю специально, чтобы он чуть-чуть как бы спину припускал, но чуть-чуть припускал. Я бывает, сам так делаю тоже. Бывает, когда ноги болят, еще что-нибудь как бы, ну, подстраиваясь в эту ситуацию. Вопрос обычно сводится к тому, нужно ли укреплять спину при этом. Или нужно укреплять все-таки заднее бедро, ему силы не хватает. Заднее бедро, конечно, надо укреплять. Ну да. Я же объяснил по причине слабости заднего бедра. Абсолютно солидарен. Так, хорошо. Следующее. Тяну с высокого таза, хоть убей, ниже не могу подсесть, только потому, что потом не вытащу штангу ногами. Что делать? Это к тебе. Ну ничего. Ничего не делать пока. Так тянуть высоким тазом? Ну насколько он высокий? Опять же, у всех тоже разные понятия. Кто-то там скидывает видео, знаешь, тяги, пишет, что идеально, и хочешь написать, да нихуя не идеально. Вот, то есть он подсел прям, и почти что прям с парыли начинает тянуть. Не говоря о том, что вообще само движение неверное. Вот, опять же, есть свои нюансы, сам понимаешь. То есть стартовое положение одно, создать правильное движение, то есть при подъеме, это же другая история. Вот, некоторые думают, что на стартовом положении все заканчивается. Вот, нихрена подобного. Так вот, это лично его может быть видно, что положение таза высокое. Положение таза высокое тогда, когда у тебя плечо вперед улетает, это в первую очередь. Поэтому, если у тебя плечо над грифом находится, то, возможно, там еще не все критично, надо все осмотреть. Вот, то есть срыв всегда будет тяжелый. Вот, поэтому надо, блин, какое-то время просто не работать с теми весами, которые не тащат. Сейчас, Дим, секундочку. Да, 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 ничего. Так, пока Юра отсутствует, давайте я отвечу, был вопрос мне. Так, секундочку. Пропал куда-то. Сейчас, 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 сейчас. Ждем Юру пока. Так, сейчас, провалился куда-то вопрос. Друзья мои, сразу вам скажу, вопросы про фарм-продержку мы не рассматриваем. Так, это кьюри-кьюри. Кьюри-кьюри. Вот, пожалуйста. Дмитрий, синг вы даете на протяжении всех подготовки или в определенном цикле? Я не работаю блоками. То есть, периодизация блоковая обычно линейная. Этому посвящен период, этому, этому, этому. Я использую только на начальном этапе, когда мне нужно спортсмена, которого я не знаю, разогнать до приличного уровня. То есть, это хорошо работает до уровня где-то мастера спорта. Потом, я использую интегративные подходы. Синглы могут быть в любом периоде, если я считаю, что это нужно. То есть, ну, рассказать это в двух словах мне сложно. У меня вариантов интегративов уже порядка восьми. Простых объемных схем порядка шести, ну, их там, куча всего. Поэтому у новичков синглы могут быть отдельным доком после акцентированной объемной работы, там, какой-то объемный период. У опытных спортсменов синглы могут быть либо в рамках сопряженного метода, уже потом, при постоянной ротации упражнений на тяжелых весах. Вот. Либо как вспомогательное дополнительное упражнение, там, если одного и того же движения в рамках микроцикла несколько. Разница в планах тяжа и легковеса. А, Дима Свердлов, здравствуй, дорогой. Мое мнение, спрашиваешь. Классическое мнение говорит о том, ну, классическое мнение, мне не нравится о том, что тяжи восстанавливаются больше. Это примерно то же самое, что морфотипы разные. Мизоморфы, эктоморфы, эндоморфы по-разному требуют разных стилей тренировки. На самом деле это просто образ жизни. Вот. По большому счету разница. Я считаю, что тяжа нужно тренировать как легковеса. Он не сразу будет это тянуть, но если спортсмены вести с самого начала, то можно вывести на очень приличные объемы, которые не каждый легковес выкачет, если не готов. Болят связки в локтях, что посоветуете? Смотря где. То есть, нужно понимать, от чего это болит. Если это болит от жимовых движений, болит сухожилия трицепса, это одна история. Если болит в районе эпикондилитов, то вполне возможно это от приседа или от постоянных выполнений тяг без лям. Тут нужно устранять причину. В приседе нужно искать ширину хвата, при которой не будет излишнего давления на локте. при которой вы не будете вынуждены пытаться... Если вы слишком узко берете гриф, когда он сгибается, он вам давит, и у вас предпеченье слишком длинное, то вы будете вынуждены постоянно пытаться рог изгибать и получите хроническое перенапряжение, не очень большое, но которое копится, копится, копится и выливается в эти боли. Нужно искать положение грифа, нужно искать ширину хвата. А что касается жима, нужно присмотреть тренировочные планы, скорее всего, или технику, или и то, и другое. Стоит ли делать становость сплинтов, если есть проблемы в срыве? Нет. Скорее всего, и Юра наверняка ответит. То же самое. Срыв – это вопрос правильной расстановки углов и скорости. То есть, если есть какие-то мёртвые точки, допустим, то исправить их выполнением тяги сплинтов нереально. Лучше повысить скорость. Совсем другое движение получается при тяге сплинтов. То есть, он может быть, но очень небольшой. Там, типа, высотой, допустим, с двадцатку. Этого достаточно. Как устранить клевок таза вверх? Белкин ушёл. Не подолго. Клевок таза – опять же, это вопрос неправильного шаблона движения. То есть, скорее всего, самая частая причина – неправильная ширина стойки. Неправильный шаблон движения вы начинаете не с тех суставов. Начинаете с таза. Недостаточно разводите колени. Слишком сильно направляете колени вперёд. И всё. И ещё неправильно дышите. То есть, это комплексно. Нужно рассматривать комплексно. Нужно рассмотреть технику визуально и править. Это вопрос тренерской работы. Не вопрос каких-то мышечных дисбалансов и ничего прочего. Мобильность и голеностопа – это всё не важно. Так. Подтверди запрос. А я не вижу его. Сейчас, секундочку. Да я вижу, что он просит свой эфир. Я не вижу его. А вот он. Добавить. Сейчас. Юра. Во, всё, ты вернулся. Да ты чё, блядь. Я тут уже 5 минут пытаюсь достучаться, пока ты там комментарии читаешь. А потом, нет. Когда вначале, тебя сразу видно. А потом… Да, у тебя оповещение не высвечивается. Ты читаешь комментарии и не видишь нихрена. Там уже тебе все пишут. Дима, Дима, добавь его. Он не видит. Всё, добавь. Не переживает, короче, что я пропал. Спрашиваю тебя. Короче, там был вопрос про этот, про тягу, я слышал. Что там страдает срыв, тяга сплинтов нужна или что такое? Да. Нужно ли делать тягу сплинтов, если страдает срыв? А в чём, блядь, связь, ладно? Для начала. В чём связь? Не знаю. Если тяга сплинтов, в которой, получается, мы работаем в конечной фазе, даже до тяг, блядь, не увеличивает, то с хера ли она срыв увеличила? Так точно. Вот, у нас, когда у нас возникают мёртвые точки, мы их можем только лишить. Как-то изменить, либо избавиться от них. В любом случае, мёртвая точка, она будет. То есть, где она будет, это уже как бы вопрос техники. И правильной техники, если речь идёт о тяге, будет именно во время срыва, то есть, мёртвая точка. То есть, самое тяжёлое, это будет сорвать штангу с помостом. Вот, поэтому тяга сплинтов тут вообще никак не поможет, и с этим ничего не сделать на самом деле. Просто терпеть и, соответственно, дальше работать над силой, и всё. То есть, какую-то скорость, пытаться развить, развить скорость, когда штанга на помосте, то есть, её тут развивать не с чего на самом деле. Вот, потому что на машине, знаешь, какой-то там лаунч-контрол, знаешь, там с двух педалей стартовать. Стартовую скорость можно пытаться развивать. Ну, там скорость всё равно, она, блин, дёргать её тогда, но это неправильно. Не дёргать, разговаривать. Ну, это уже всё равно не совсем самый старт будет. Это всё равно уже после того, как первые миллиметры пойдут срыва, тогда уже идёт разгон. Короче, хрен с ним. Давай вопросы дальше. Тут, мы думаем, логику всё равно объяснили. У тебя в Москве будут семинары. Давай ещё раз. Семинары в Москве, да, давай ещё раз, я скажу. Четвёртого, давай ты, давай. Давай, короче, четвёртого-пятого мая, это будет суббота-воскресенье. Два дня. Да, двухдневный семинар по восемь часов у нас каждый день будет. То есть, по восемь часов мы посвящаем каждому дню. Будет семинар у нас совместный с Дмитрием. Первый день у нас, это у нас преимущественно у нас Дмитрий вещает, вот, даёт вам теорию, планирование тренировок, нагрузок, всё-всё-всё, что к этому относится. Всё, что касается практики, максимально включаюсь я. Вот, и это будет у нас второй день. Сначала я даю вам теорию по практике, вот, затем мы, соответственно, переходим к самой практике. Отлично. Потому что перед тем, как к практике приступить, нужно сначала логику объяснить, соответственно. Ну, что обращать внимание, зачем нам наследить и тому подобное. Ну, в общем, короче, всех ждём на семинаре 4-5 мая, ещё раз напомню. Вот, все организационные моменты, там, сколько платить, куда платить, где всё будет и тому подобное. Есть у нас посты, у Димы на странице, у меня на странице, то есть, как минимум, по два поста висит. Вот, там у нас есть афиша, есть адреса электронной почты. Тишем организаторам, они вам отвечают по всем этим моментам. И всё. Отлично. И всё. Спасибо. Места ещё есть? Клуб большой. Так. Да, места ещё есть. И напомню, что... Ладно, хрен с ним, не буду ничего напоминать, давай дальше. Задолбали этим вопросом, давай ответим. Медленные мышцы волокна. Тренируешь ли ты и важна ли эта работа в лифте? Да не тренирую никакие отдельные, какие-то волокна. Есть, короче, то, что как раз спрашивали тоже про силуяновский метод, там, получается, работа статодинамика и тому подобное. Вот, силуяновский метод даже подразумевает, то есть, при правильной работе по силуяновскому методу, а по его методу даже силуяновцы работают, как оказалось, неправильно. Вот, максимальные прибавки, которые можно ждать, то есть, за счёт, получается, переработки промежуточных волокон, это максимум 2% от максимума. Не густо. Вот, готовы ли вы всё это терпеть? Нет, для меня, например, 2%, да, например, это было бы, в принципе, неплохо. Вот, но я этой хуйной заниматься не хочу. Не хочу заниматься этой динамикой. Я люблю скоростную работу. Вот, и, как бы, ну, всю жизнь, даже когда занимался, там, по школе лёгкой атлетикой, для меня только 100-200, всё, то есть, дальше для меня ад начинается. Соответственно, статодинамика для меня будет тоже ад. Это другие восстановительные процессы, и это реально будет, тем более первое время, очень тяжело. Но этого, я считаю, нет. Один американский тренер, он, скорее всего, не знаком ни с силуяновым, ни с статодинамикой, но он давно ещё сказал, что, если вам говорят, что для того, чтобы ты, развивать силу, нужно делать что-то медленно, это примерно то же самое, что пытаться дышать через глаза. Тише едешь, дальше будешь. Нет, ну, в смысле, статодинамика, это медленно, да? Ну, я понял. Хоть и не скоростно-силовой, но всё равно поднимать нужно будет. Ну, по физике же всё равно получается, масса на ускорение, сила. Соответственно, с потерей ускорения, то есть, с потерей одной перемены, всё, у нас, соответственно, и общее значение будет понижаться. Соответственно, чем ниже ускорение, тем ниже сила будет, вот и всё. Опять же, есть там ещё дополнительные факторы трения, вот, опять же, тоже многие этого не учитывают. В той же тяге, вот, то есть, при построении техники, при выборе того же помоста элементарно, то есть, когда ты тянешь на мягком грифе, гриф должен прогнуться за счёт скольжения дисков к центру снаряда. Вот, если, соответственно, у тебя помост резиновый, то есть, никакого скольжения, как такового, не будет. Вот, и, соответственно, смысл мягкого грифа, он потеряется. Поэтому организаторы до этого момента тоже учитывают. Но кто это учитывает? Никто. Никто. Вот и всё. Да. Хорошо. Французский жим актуален? Делаешь? С какими снарядами? Под какими углами? Французский жим не делаю, но если его делаю, то только лишь под горизонтальным. То есть, ты, соответственно, лыжа-не-лёжа находишься, чётко по горизонтали. Вот, стоя, это травма опасна. Для длинной головки трицепса. Вот. Со степенью перерастяжения ты будешь керачить. Ну, в общем, короче, ты что думаешь по этому поводу? Я больше фанат блочных тренажёров, чем... Я даю, но я даю треугольный. Такой французский с вэссайдовским вариантом, где нагрузка на локти уменьшена, знаешь? Ролин. Там нет работы только в этом суставе. А, я понял. Где параллельно, да, получается? Ну, он такой. Это как бы комбинация GM или вот троллинг. Он комбинация узкого хвата и французского. И с гантелями очень неплохих локтей. А трицепс вообще, ну, есть какая-то у тебя специализация, я не знаю, у своих спортсменов? Ты что-то даёшь обязательно на две трицепса и так далее? Нет? Да просто в дни тяжёлых жимовых тренировок в конце делают просто трицепс на блоке, да и всё. Там 4, там по 10, по 12 повторений. Я раньше вообще каждую тренировку херачил трицепс. Трицепс был огромный, а жима не было. Вот, в принципе. Тут как бы, блин, работа всё равно другая опять же происходит. Поэтому как-то, ну, не знаю, сомнительно это всё. Я же всё как бы с точки зрения логики воспринимаю. То есть сначала как бы на теории, сначала на теории, потом на практике. То есть на практике оно у меня не работало. Мы посмотрим на движение с тобой в первую очередь. Да. Я тебя понимаю. То есть они говорят, что тоже движение получается совсем другое. Вот, и в другой плоскости. Вот, хотя как бы для трицепса это всё равно у нас локтевой сустав. Какая-то может быть вот на плоскостном, соответственно, суставе какая-то может быть как бы многоплоскостная работа. Вот, но тем не менее всё равно за счёт того, что, например, та же длинная головка крепится у нас не к плечевой кости, да, и уходит у нас за плечевой сустав, вот, то есть уже будет работа другая. Немного. Вот, блин, поэтому... Не знаю. Да, в качестве ОФП только делаю бы. Брусья, от брусья тоже, в принципе, ушёл. Чё? Вот, много тоже дискомфорта доставляли. Они мне. Вот, в первую очередь, это висячая херня между ног, блядь. Это самый первый дискомфорт. Вот. И опять же тоже брусья, знаешь, ещё сам... Это не первый дискомфорт, это второй дискомфорт. Первый дискомфорт – это все брусья, как правило, с узкими, то есть, получается, с малым диаметром ручки на брусьях. Вот. И хочется такие, получается, гимнастические, толстые, чтобы прям вот прям упор был хороший. Потому что когда врезается в ладонь, блин, реально очень отвлекает это. Понятно. Вот. Поэтому на нормальных брусьях, возможно, я бы брусья бы делал. На этих брусьях мне делать впадлу. Жим тренируй жим. Жим тренируй жимом. Да, всё верно. Тягу тягой, приседом и приседом с высоким положением штанги на плечах. И всё. Хорошо. Вариацию немного другую. Жим Гантели спрашивает, важен ли для жима лёжа. Ну, лёжа, видимо, жим Гантели. Ну, только чисто в качестве чуть-чуть другой работы. Ну. Опять же, например, как и жим, например, стоит, да, например, там, либо сидя с Гантельками, так чисто. Как бы профилактика травм больше. То есть, если что-то как-то, получается, рассчитывать на прибавку, это нужно, соответственно, в меньшем диапазоне повторения работать. То есть, работать меньше диапазоне повторений на этих лавках ещё получается, жимовых. Которые ещё, как правило, узкие и шатаются, болтаются и тому подобное. Ну, вот. На различных компенсациях тоже не очень. Причём, знаешь, как правило, даже можно... Ну, конечно, в первую очередь, там можно грудь дёрнуть, но также можно дельтовидной тоже. Могут сильно пострадать. Потому что лопатки катаются очень сильно и расползаются. То есть, опять же, большие веса тебе должны подать хорошо, то есть, должен принять. То есть, нужно как минимум, чтобы каждый человек отдельно подавал гантелью. То есть, сам ты нормально себе их не закинешь. Вот. А если закинешь, то будешь делать абы как. То есть, абы как это уже так не канает. Ну, что же, поэтому сомнительно всё это. Если так покопаться, порассуждать. Хорошо. Тут вот, давай так, вот уже восьмой раз спрашиваю. Написано. Спрошу восьмой раз. У меня травма колена была, надрыв медиальный. Приседаясь с высоким положением грифа. Поэтому, если опускаю ниже, болят ротаторные манжеты и сет очень глубокий. С узкой, видимо, постановкой ног. В чём вопрос-то? Непонятно. Повторите вопрос. Писал ситуацию, да, вопрос. Да, именно вопрос чётко. Повторите, пожалуйста, мы ответим. Ротаторные манжеты, чего у него там болят? Это люди воспринимают... Это я что-то вообще не понял. ...в разных местах совершенно... Ну, сколько, помнишь, мы это обсуждали ещё на стримах старых, ещё с Головинским, про работу, ощущение широчайших в жиме. И объяснять, что... Нет, это хрен с ним широчайших. Просто при более узкой постановке ног, а я не помню, что там у него работает, и боль в ротаторной манжете. То есть постановка ног у нас как-то влияет на... Что, на положение штанги на плечах? Нет, он не может положить ниже гриф, потому что у него болят плечи. Потому что узко ноги ставит? Не знаю. Нет, поэтому ставит высоко, поэтому... Кладёт высоко, поэтому ставит ноги узко. Спрашивают, насколько реально опасно тренировать шею отдельно. Ты не тренируешь шею для пауэрлифтинга? Тебе не нужно? Нет, конечно. Ты же сам сказал, для пауэрлифтинга она не нужна, потому что... Травма ножи не была. Вот это продолжение вопроса, видимо. Всё равно непонятно. Скажите, а вот глубокий сет, можно ли вес большой взять? Опять то же самое, человек. Непонятен вопрос, простите. Видимо, может, конец рабочего дня? Может, там окей, гугл, переводчик? Возможно. Армейский жим и жим на наклоны мы сказали. Насколько важна растяжка... Растяжка. Сейчас, секундочку. Насколько важна растяжка... Да что ж такое пропадает? Насколько важна растяжка плечевого сустава при жиме? Видимо, гибкость всё-таки, правильно говоришь. Ну да, мобильность плечевого сустава. Важна для жима? Ну, избыточная мобильность, это, блин, скорее даже ещё хуже, чем её нехватка. Потому что потом ты уже с этим никуда не денешься и уже ничего не сделаешь. Потому что перерастяжение связок, стабилизирующих движения самого сустава и ограничивающих движений... Вот это всё, это пиздец. Это, как правило, проблема у единоборцев, у каратистов и тому подобное. У них всё время, особенно при ударах, начинают влетать плечевые суставы. У них, в принципе, с коленными суставами такая же частая беда. Потому что, в принципе, сам у нас занимался ушу. Ну, это вопрос неправильной техники тоже. Нельзя выключать сустав. Иначе с годами начинаются проблемы. Если ты за счёт мышц не стабилизируешь и не ограничиваешь движение, то он надеется на связки, это всё это пиздец. Абсолютно точно. Гиблое дело. Ещё вопрос. Для тренировки квадрицепса жим ногами или гак-приседания оптимальный объём интенсивности. Ты что-то делаешь вообще? Или делал, или кому-то рекомендуешь? Ещё раз делать гак-приседания. Что ещё? Ну, предположим, у спортсмена слабый квадрицепс. Это видно объективно по технике. Что надо делать, чтобы его исправить? Ну, жим ногами – это, наверное, предпоследнее, что бы я делал. Последнее – это было бы, наверное, разгибание. Вот. Приседал бы фронтально, то есть более акцентированно бы, смещал бы момент на коленный сустав. Либо фронтально, либо, соответственно, если ты приседаешь с низким положением штанги, ты положил бы на трапецию, с высоким положением. С высоким положением штанги уже можно кучу всяких вариаций делать. Вплоть до повторяя технику фронтального. То есть ты можешь прям совсем жопой к пяткам садиться и фронтально приседать, собственно. Только будет меньше дискомфорта, нежели тут держать её спереди на плечах. Вот такая ебала по мне. Согласен. Силу квадрицепса локальными и региональными упражнениями укрепить именно в целях параллитинга не получится. Нужен больше объём приседания, но приседания должны быть более коленнодератные. То, что Юра сказал. Фронталки, ТА с высоким положением грифа. Тогда всё будет получше. А вот отличный у тебя вопрос ещё. Слинк в подготовке используешь? Нет. Да неважно какой. Нет, не использую вообще. Ну вот, потому что... Почему? На хрен он нужен? В безэкипировочном жиме. Дожим позволяет переводить. Слушай, знаешь, что я хотел спросить? Да. А на хрена дожим? Дожим, по идее, при живых грудных, при правильной технике, то есть если у тебя никаких травм не было, например, как у Димы Головинского, он тогда что-то сказал, что у меня, типа, бывает, что страдает прям дожим, прям реально прям дожим, дожим. Я что-то так всё как бы задачался, думаю, с какого хера. А потом вспомнил, что у него же травма грудная была. И подумал, что всё-таки из-за этого. Вот, у него теперь она и застревает. Вообще, как бы, проблем с дожимом быть не должно. Где-то вот на первой трети вся должна быть мёртвая точка. Как бы, ну, чисто анатомически возникающая. А дальше, как бы, ну, не знаю, я вот тоже с этим, с линшотами... Опять же, тоже с линшотом и с линшотом Рузи. Если брать вот чисто реально с линшотом, в Марбеловске, он не очень удачно пошит. Вот. То есть, вот те, кто именно просто петли, вот, просто со швом посередине, вот они более удачны. То есть, там и заправляться можно лучше, и лопатки лучше, то есть, держишь, и контроля больше. Вот. А там они... Ты мало того, что вот именно реально в Марбеловске с линшотом заезжаешь, там, блин, сквозь предплечье его одевать неудобно всё время. Вот. И в нём заправляться не очень-то комфортно. То есть, ты его низко туда не опустишь. И вот именно если брать чисто вот Марбеловский линшот, я бы в нём вообще бы лежал. А вот такие, типа, бенч-дейди, вот в нём бы комфорт лежать. Но, опять же, я не знаю. Хотя, если брать, например, на практике, вот в теории чисто он давать ничего не должен. Но на практике, например, если брать экипировочный жим, вот. Я когда, например, выступал в АйПе, да, и выступал на Тураху, я жил 230. Да, там, например. Довольно-таки уверенно. И, ну, соответственно, я параллельно работал в экипировке. Как только я вот исключил экипу, то есть в прогресса в жиме у меня там, можно сказать, что в принципе-то и нет уже. В тяге прогрессирую, в присте прогрессирую. Вот. То есть мне не хватает чего-то такого, какого-то суперстрессового, видать. Вот и всё. Вот. И поэтому у меня была мысль, я сейчас что-нибудь придумать. Но сейчас уже пока поздно что-то придумывать. Тоже на следующей подготовке я буду мудрить. Сейчас у меня уже осталось три недели до старта, даже меньше. Конечно. Да, три недели осталось. Тяга в классике, в штангетках, как ты смотришь? В классике, штангетках довольно-таки комфортно тянуть на самом деле. Вот. Вопрос в том, что насколько это эффективно, тут хер знает. я считаю, что это бессмысленное занятие. Это просто неудобно. Обтяжка страдает, валит вперёд сильно. Ну, не знаю. Мне, например, если честно на практике, на детках в классике тянуть комфортно. Да? Ну вот. Тебе комфортно, по-моему, в любом виде, хоть на одной надежде. Да ни хрена. Поэтому ты белка. Ну, в классике мне удобнее тянуть, чем в сумо. Если брать чисто с точки зрения удобства и дискомфорта, в классике прям вообще такой кайф, после сумо, либо когда у тебя привода... У меня вот были такие ситуации, когда вот я прихожу после приседа, и у меня просто реально отстёгиваются привода. Ну, просто пиздец. Я понимаю, что если у меня сейчас будет тяга, это будет хуй по мячу просто. Просто, не знаю. Шляпа полная. И ты знаешь, как бы и через боль, и как бы в противоречии технике. Вот. И я просто тянул в классике. Не знаю, кайфово, нормально. А сколько ты тянешь в классике? Заспасной вариант. Тоже? Да ну нахрен ты чё, блин. Меньше, чем раньше, потому что сейчас тяну очень редко в классике. Но если хотя бы я стабильно пару месяцев потяну, хотя бы просто после основной тяги в сумо, ну, на те же там 350 на 3, там где-нибудь что-нибудь такое, я выйду, в принципе, стабильно. Если исключу тягу в сумо или буду чисто работать над классикой, ну, я думаю, даже вот если, например, сейчас это начать, то к концу года, я думаю, ну, по 4 ставим, я точно выйду. Ну, мне комфортно. Реально комфортно тянуть в классике. Ну, отлично. Так, время уже много. Давай по одному вопросу ответим и закончим. Давай. Давай. Давай, вот этот как раз вопрос ко мне. Лёгкое покалывание пальцев рук, чувство, как будто отбежало руки, от чего может быть, что делать. Скорее всего, это неврология, точно прям, неврология связана с шейным отделом. Сделать МРТ, показать специалисту и решать. В принципе, это не сильно страшно, но могут быть последствия, если запустить. Вот. А тебе вопрос сейчас выберем, интересно. Цепи ты не используешь, жиме, я знаю. Да. И всю остальную коммерцию. Руки-ноги длинные. Слушай, я хотел тебя спросить, пока там читаешь. Ты же... Антона Бегалка ты тренируешь? Или раньше тренировал? Я тренирую сейчас. На сей день, да? Да. Как долго? Второй год. А второй год? Ну, в принципе, до тебя был сильный, значит, это все нормально. Мы пока не делали ни цепей, ни резерв. Так. Сейчас, секундочку. Хочу выбрать для тебя самый интересный вопрос. Планируешь ли ты вернуться в IP? Я тебя спросил. Вначале. Я знаю. Но, может, не все это услышали. Эфир. Ребята, эфир сохраним. Сохраним эфир. Я сохраню обе части эфира. Не волнуйтесь. Это будет висеть целые сутки. Сейчас, секунду. Разве сутки висит? Сутки. Там же, по-моему, можно скопаться в настройках, они будут сохранены. А, в этом смысле? Это надо супруги попросить. Так. Сейчас. Ребята, задайте вопрос Юрию, пожалуйста. Какой-нибудь хороший. Прям. Чтобы мы на этом закончили эфир. Какой-нибудь, не знаю, напутствие в плане чего там. На что делать акцент? Здоровый вопрос. На технику, на планирование тренировок. Скажи пока вопрос. Можешь просто что-нибудь от себя пиздануть. Бывает же, знаешь, что-нибудь любят. Что ты планируешь поднять на US Open? Что ты думаешь о таком-то спортсмене? Что ты вообще думаешь? И думаешь, что ты вообще... Хорошо ли думать спортсмену? Полезно ли это? Спортсмен? Нет, спортсмен должен заткнуться и работать. Два принципа. Думать будет тренер. Ну, хорошо. Нет, сейчас еще что-то написать. Подожди. Вы молодцы, здоровья вам. Спасибо, дорогие. Ладно, давай я задам этот вопрос спрашиваю много раз. И на этот... Как тренировать срыв? Скажи, пожалуйста. Знал бы, давно бы уже натренировал. Ну, да как? Никак. Никак не тренировал? Его... Ну, в смысле, я к тому, что... Просто некоторые думают, что если, например, грамотно натренированный срыв, то есть, как сказать, то есть, именно то, к чему-то должно прийти, это то, что срыв у тебя будет по легкости как минимум такой же, как и дотяг. То есть, значит, ты добился своей цели, а такого не будет никогда. Вот в чем прикол. Как бы, не нужно себе никаких... Не нужно строить иллюзии. Если у тебя страдает срыв, это говорит о том, что у тебя техника, как бы, в принципе, на правильном пути направлена. Вот. Но есть нюансы, например, когда страдает срыв, прям сильно страдает, из-за гиперлордоза. Вот часто очень распространенная тема. Когда, например, у тебя спина неровна, ненейтральна, а реально прогнута чрезмерно. То есть, на это нужно тоже обращать внимание. Вот. То есть, не нужно забывать о работе пресса. Вот. И в какой-то... Вот, например, для тех, кто привык работать разгибателями, да, сильно чрезмерно, реально, прям в прямом смысле этого слова, нужно их расслабить и напрячь пресс. Вот и все. Ну да. Это и есть нейтраль. Это факт. Вот. Либо в какой-то момент, например, если ты не работаешь в поясе, то есть взять его, соответственно, то есть попробовать в нем поработать, либо, соответственно, если ты в нем работаешь уже, то нужно, то есть, что сделать? В пристартовом положении, да, то есть, в момент срыва нужно прям постараться животом прям упереться в пояс. Вот. И только, соответственно, при условии, что ты его слишком низко не опустишь. Где-то, получается, на уровне пупка его, получается, приподнимаешь, вот на том месте фиксируешь и стараешься, получается, животом давить в пояс. И, соответственно, в этот момент вкладываешься. То есть, вот таким образом можно поработать над положением корпуса. Это был предпоследний вопрос, а вот на этом вопросе надо закончить. Я это спрашивал в свое время у большинства чемпионов разного калибра. Вот мне твое мнение интересно. Ты когда настраиваешься на подход, ты о чем-то? Ну, соревнования, имеете в виду? Вот на самом деле, скорее всего, ни о чем. Во время подхода ни о чем. Перед подходом думаю. То есть, например, когда там, ну, я как бы визуализирую то, что уже подход поднят. То есть, как бы у меня уже, знаешь, как будто я, как бы, скажем так, немного заглядываю в будущее, как бы и стараюсь, как бы уже увидеть свой, как бы, удачный подход. Вот и все. И, соответственно, ловить эмоции от удачного подхода. Ну вот. Ну вот. Нельзя это плыть. Тебя же никто, я видел, тебя никто не бьет там особо по плечам, не надирает уши. Да, верно. Нет, меня вообще трогать нельзя. Я это тоже много замечал. У спортсменов реально высокого уровня вот этого нет. То есть, когда люди орут, как правило, весь пароклоток уходит. Замечал, да? Это понятно и логично, что вот эти все крики, оры, это лишние энергозатраты, эмоциональные затраты. Настрой он должен быть внутри, он должен быть в тебе и все. Да. Вот даже его, как бы, не должно быть видно. Вот спокойствие, это есть настрой. Вот эти все крики, оры, пердежи, это псевдонастрой. Это проявление страха. Ты создаешь себе иллюзию настроя, да, а на самом деле это проявление страха, все верно. Хорошо. Спасибо, дорогой. Мне кажется, это было супер информативно. Мы все сохраним. Еще раз, мы ждем вас на семинаре в мае, 4-5-го. Моих подписчиков я жду через неделю, уже даже, какие через неделю? В эти выходные в Питере семинар по интегративному подходу я еще могу вас взять, если хотите, заявляйтесь или приходите прямо туда. Информация у меня в ленте. Всем спасибо, Юра. Скажи, всем спасибо. Да. Всем спасибо, всем пока. И нам спасибо. Спасибо, да. Здорово. Ну, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok